Так, отвечая на первый вопрос. Всего у нас вернулось из эмиграции обратно два человека. Первый это гражданин России по национальности таджик. Зовут его Закир. Он отсидел в эмиграционном лагере 6 месяцев. Ему откладывали суд. Далее, также он не имел поручителя, когда уходил в эмиграционный лагерь. Я сразу говорю, что это большая проблема, когда нет поручителя. В общем, он не стал дожидаться суда и уехал заранее. То есть, уехал по статусу волонтарь, не стал ждать суда. Когда он приехал в Москву, он нам позвонил, я ему предложил встретиться. Я предложил ему альтернативные варианты эмиграции. Вообще, мы готовы даже были вернуть ему то, что он потратил на нашу работу. Потому что я сразу говорю к вопросу о гарантии. Если мы виноваты в том, что у вас какой-то неправильный кейс. Если мы виноваты, что вас вернули обратно по нашей вине, то мы вам полностью все компенсируем. Потому что, когда к нам попадают люди, мы сразу же смотрим после работы психолога, действительно ли этот человек может подавать на убежище. Или он не готов к подаче на убежище и вообще к применению данной программы. Дело в том, что мы не придумываем кейсы. Мы не сочиняем для людей какие-то непонятные, нелепые истории, что с ними не происходило. Мы можем взять только правду и только то, что с вами происходило в действительности. Да, мы можем усилить вашу правду. Потому что мы знаем больше. Мы знаем больше о статистиках, о отчетах, о проблемах в вашей стране. Потому что мы каждый день общаемся с правозащитниками, с их отчетами, со СМИ и так далее. Это первый момент. То есть это был первый человек по имени Закир. Второй парень это был Эмерлан. Он живет в Кыргызстане, ему 21 год. Он занимался угонами автомобилей, попал в поле зрения правоохранительных органов, приехал подавать на убежище. И насколько я понимаю, у него, и я помню этого парня, у него была проблема с тем, что правоохранительные органы просто... Он перешел дорогу правоохранительным органам, они сами занимались, там были нечестные на руку и начались притеснения. Но оказавшись в лагере, Эмерлан просто фактически, когда он проходил интервью, сам для себя переквалифицировал направление кейса из политического убеждения в уголовную статью. А уголовная статья это, но это не подходит для подачи на убежище. Проблема уголовного преследования, уголовного права, нарушение уголовного кодекса, это все проблемы внутренние. Они не имеют отношения к подаче на убежище. Это нужно точно понимать. Так вот, Эмерлан вернулся обратно также через 6 месяцев, связывался с нами. Я также предлагал альтернативные варианты. И после этого для того, чтобы мы даже решали вопрос возврата денег и компенсации того, что человек потратил, мне нужны протоколы интервью, мне нужны материалы суда, чтобы я видел, что вы говорили на интервью, что вы говорили на суде. А дальше мы просто сравниваем с видео, потому что фактически каждый человек, которого мы отправляем, мы делаем видеоматериал обращения к СМИ, где я задаю вопросы, и потом, чтобы было понимание, что вы должны были говорить и что вы говорили на самом деле. Эмерлан мне прислал протоколы. Я посмотрел, что в протоколах. Я увидел несостыковки. Ну, и на этом как бы наши взаимоотношения закончились. Тем не менее, мы предлагали ему альтернативные варианты, но он от них отказался. То, что связано с невъездом в Мексику. Значит, у нас за всю историю работы у нас были около, по-моему, или шесть или семь. Шесть семей, шесть. У нас было шесть семей, которые не въехали в Мексику. Кто-то там испугался, кто-то там нагородил непонятно чего пограничнику, кто-то там трясся стоял, кто-то там еще что-то. В общем, эти люди вернулись обратно, они не получили депорт, их просто не впустили в страну. Вот у нас была семья, первая семья, которых не пустили. Мы сразу же их подхватили. Я им предложил подавать на убежище в Киеве через нас. Мы с ними встретились. Мы взяли доверенность от этих ребят, потому что кейс у них был уже готов. Полностью подготовили пакет документов. Сначала подали в Москву. В Москве нас развернули, то есть не приняли кейс. И мы готовились к подаче в Киеве. Мы также отправили информацию по поручителю. Когда ребята посмотрели, пообщались с американской стороной, они все-таки решили подавать на убежище через Мексику. И сейчас они ждут, когда я им скажу, как лучше въезжать. Другие пять семей находятся в подвешенном состоянии. Мы предлагаем им гарантированно въехать в Мексику. Сейчас это возможно. Мы предлагаем им подать на убежище через статус-пароли через Киев. За это ничего, платить нам не нужно, но они пока думают. Все, больше у нас никаких проблемных заявителей не было. Вот два человека, которые не въехали, и шесть семей, которые... два человека, которых депортировали по их собственному желанию по статусу волонтари, потому что один переквалифицировал статью, другой просто устал ждать. И шесть семей, одна из которых отказалась подавать на статус-пароли, потому что у них поручитель не дотягивает. Это было прям буквально неделю назад. Остальные пять семей в работе. Я обращаюсь к вам, если вы все-таки надумали ехать в Мексику. Мы готовы вам помочь. Есть сейчас варианты въезда беспроблемные. По поводу невъезда в Мексику. Да, такое бывает. Примерно 10 процентов из 90, что не въезжают, но, опять же, вас не депортируют, вас просто не пускают. Хотя это незаконно. Это абсолютно незаконно со стороны властей Мексики. Мы сейчас эту ситуацию прорабатываем, но мы всегда готовы предложить вам альтернативные варианты. И мы готовы оплатить, допустим, подачу на убежище через Киев. Вам не нужно ничего платить. Мы сами, сами за вас все оплатим и привлечем еще несколько людей, которые будут получать деньги из бюджета нашей компании. Итак, ребят, фактически со всех сторон есть гарантия, со всех сторон есть подушка безопасности. Этим нужно пользоваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова